Добрый день, уважаемые датчики, садоводы, огородники! Сегодня 14 июля, суббота, 2018 год, климатическая зона Пиадебе, центральная Украина. Для тех, кто будет спрашивать, где я нахожусь. Посоветов друзей, как в одном из фильмов было сказано. По совету друзей, решил приобрести... Апрыскиватель на аккумуляторе. С аккумулятором. Агримотор. Это венгерская фирма. Попробовал, работает тихо. И получилось так, что на сайте магазина мне было написано, что он идет в комплекте с набором насадок. Ну, конечно, открыл. Было приятно удивлен комплектом насадок. Ну, и я, в принципе, купил еще такой. Ну, и он немножко отличается. В принципе, я думаю, лежать сильно не будет без дела. Вот то, что шло в комплекте. Насадка. И вот та насадка, что я купил, желтая. Как видно, дырочки больше. Соответственно, и напор более концентрированный, узконаправленный. Почти струя. Ну, а здесь распыление хорошее, но тоже узконаправленное. По совету моего товарища виноградаря, очень известного в своих кругах на Днепропетровщине, Володя Гриценко, купил этот аппарат. Ну, и уже немножко опробовал и выбрал именно вот эту насадку, как для себя. Видимо, как удобен ранец. Можно его носить, можно одеть на одном плечо, и чтобы не бегать, не гоняться за второй лямкой. Она отстегивается и вот так вот прикрепляется. Здесь есть, если вам нужно для хранения, это вот одна для штанги, для удлинителя, вторая для... Второе крепление для шланга, чтобы не болталось. Все очень удобно, все продумано. Ну, мне очень нравится, в принципе, внешне. Я еще пока не работал, только опробовал. Вот индикатор. По индикатору я находил инструкцию в интернете. Здесь, когда он работает, горит, вот как вам видно, горит желтое и зеленое. На холостом ходу очень нежелательно включать его. Если горит желтое, значит уже на зарядной исходе. Соответственно, нужно дозарядить. И очень удобно на зарядном устройстве. Здесь тоже индикатор. Когда зарядка слабая, он горит красным. Если зарядка полная, здесь индикатор горит зеленым. Подключается зарядное устройство вот сюда. Вот. Тут и бредохранитель. Вот положение, плавное положение усиления подачи распыления. Вот, 16-литровый. Вот, как вам видно. Я еще его не таскал в полный вес. Сегодня только попробую. Хочу попробовать его в работе. И, естественно, буду обрабатывать виноград под кормки своими. Все набрал. У меня винограда уже довольно много. Уже больше 70 кустов. И ручным опрыскивателем, сами понимаете, очень неудобно качать и обрабатывать. Это очень долго. Я в последний раз обрабатывал, у меня есть видео на канале, обрабатывал топсин М, медиан экстра, баковую смесь я добавлял и энжио. То я потратил где-то часа 4. Это, конечно, очень много. С таким аппаратом у меня товарищ из Днепропетровска, опять же повторюсь, знаменитый виноградарь в своих кругах, Володя Гриценко. Привет ему. Так что он мне говорит, что потратил с таким аппаратом на 130 его кустов где-то чуть больше 30 минут, до 40 минут. Ну, конечно, это не сравнить с 4 часами, как вышло у меня. Ну, вот, если у вас тоже много кустов, облегчайте себе труд, для этого есть все возможности. Ну, вот, ребята, пока шоу взболталось, все еще перемешалось хорошо. Ну, и хочу вам показать. Вот так он работает. Регулятор мощности на всю. И начинаем. Ну, вот, как вам видно, насос работает хорошо, эффективно, распыляет быстро и равномерно. Мне нравится, ребят. Я не жалею, что купил этот опрыскиватель. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах и огородах традиционно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.